Сергей и Наталья – вполне счастливая семья. Их жизнь полна приятных забот, внимания друзей, незабываемых впечатлений и трогательных моментов. И как у каждого из нас, их жизнь подверглась испытанию. Я был наркоманом, и в связи с этим заработал кучу болячек. Но в тот момент, когда пришло известие о том, что я еще и заболел туберкулезом, я вообще был в шоке. Все эти диагнозы, которые объединяются вместе, дают просто смерть. Известие о том, что сын болен, застало нас врасплох. Тяжело было. Мы очень сильно переживали. Лечение проходило очень тяжело. Отказывали почки. Была страшная аллергия. Антибиотики не принимал организм. Приходилось останавливать основное лечение. Но начиная принимать наши препараты, которые мало того, что они токсические, они у Сережи вызывали аллергические реакции, при том тяжелые. Атюки к венке, кожные выраженные реакции, когда тело покрывается волдырями и открытые раны просто. То есть сложно было подобрать лечение. Я как врач могу сказать, что в таких случаях очень большой процент людей не выживает. Когда тебе говорят, что диагноз твоего мужа с каждым днем все хуже и хуже, на самом деле начинаешь разочаровываться во всем. Я четыре месяца лежал в туб-диспансере. И просто я подумал, что, может быть, Бог хочет меня уже забрать. И я просто сложил свои руки и перестал бороться. Я думал, что уже нет выхода из моей ситуации. Поэтому я обратился к Богу, покаялся перед Ним в своих грехах и лег спокойно умирать. Думаю, дождусь своей смерти. Но Бог никогда не опаздывает. И у Бога нет судьбы умирать молодым. В один из тех мрачных дней Сергея прозвучал звонок, который перевернул все внутри него. Сергей, милость Божья в твоей жизни не закончил. Вся церковь вместе с архиепископом неоднократно усердно молились за Сергея. С того момента Сергей внутренне начал бороться, взывать к Богу. У него опять появилось желание жить. Теперь жизнь Сергея наполняется вдохновением. Когда он радуется жизни с любящей женой, которая вновь улыбается. Когда он может проводить время с друзьями и родными. Когда его сердце переполнено благодарности Богу за то, что он сделал в его жизни. Слава Богу за моего мужа и за его здоровье!